Фейк рискован, он не пройдет у вас, но это правда. Про меня есть анекдот. Я просто вам рассказываю. Ну, это нельзя рассказывать. Женщина, я причем это рассказываю со сцены, не боясь самобезжалостной, как вы в Тушенке, что женщина в постели в Вишневском, оказывается, у тебя не только стихи короткие, но это есть, но это нельзя рассказывать. Фейк, про меня фейк какой, что я сам про себя их распространял. Я могу, например, я вот сейчас в книге учу, как правильно мистификации делать. Вот, например, значит, люди про себя задолго до слова фейк... Давайте я вам расскажу про то, как я про себя фейк, точнее, однажды. Еще задолго до слова фейк, такого продвинутого, модного, даже хочется перефразировать классику, фейк от Сагамлета, у меня в книжке есть. Я под каждое 1 апреля с помощью одной дружесной газеты распространял про себя, и даже слова пиар еще не было, кстати, это меня извиняет, распространял про себя первоапрельскую информацию. Причем я настолько наловчился в искусстве мистификации, говорю чисто производственно, что даже знаю, как это делать. Очень важно не педалировать, не переборщить, а важны второстепенные детали. Я приведу пример. Буквально цитирую, поскольку я спорт люблю. Под 1 апреля была такая информация появилась в одной уважаемой газете. Знаете ли вы, что поэт Вишневский, поднимаясь к небезызвестности, к вершинам, некоторое время тренировал женскую сборную по гребле. Два раза в неделю городским транспортом он ездил в Крылатское, где тренировал, дальше начинают детали. Восьмерку без загребного. И дальше самая главная деталь, что делает правдоподобно эту мистификацию, этот фейк. Чемпионками воспитанницы Вишневского не стали, но в пятерку по Подмосковью входили прочно. Вот так надо делать фейки. Желательно без летального исхода, потому что то, что мы узнали про Корею, конечно, всех дремлющих, начиная с меня, немножко так вздрючило. Слава богу, я не занимаю никакого поста, а некоторые занимают. Очень трудно, кстати, не задремать. Однажды я так задремал, что мне это стоило женить бы, в смысле того, что я на встрече с потенциальным своим тестем. И он предал этому значение. Может быть, Бог меня охранил. Поэтому Бог меня охранил. Однажды я задремал в разговоре с заграницей, в разговоре с очень известным человеком, оппозиционером и философом. И вдруг я вырубился. Я просто прошел армию, я знаю, что такое, когда очень хочется спать, и ты вырубаешься на 10 минут, потому что больше тебе жизни не даст поспать. Поэтому я ценю возможность утолить голод чисто по-мужски и покемарить. Поэтому хотелось бы, чтобы мои и ваши друзья кемарства не приводили даже к таким фейкам, которые нас так взбудораживали, придя из Северной Кореи.